От 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Медики первичного звена Камчатки получат дополнительные выплаты уже в следующем году. Президент России Владимир Путин анонсировал это нововведение. Я поручил правительству подготовить соответствующее предложение. Хочу вас проинформировать о том, что мы договорились, и я поддержал эти предложения со стороны правительства. Начать, конечно, нужно с первичного звена здравоохранения. С января следующего года я просил правительства начать дополнительные выплаты медикам, работающим в этом первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи. Владимир Путин добавил, что финансово поддержать медиков необходимо именно сейчас. Я просил правительства организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты начали начислять прямо с 1 января следующего года. Ну, если потребуется какое-то время для принятия бюрократических решений, то, наверное, может быть, с 1 января они не успеют это сделать. Сегодня уже у нас почти середина декабря. Но все равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года. Губернатор полуострова Владимир Солодов в свою очередь сообщил, что в период пандемии коронавируса все силы бросили на борьбу с этим заболеванием. Однако сейчас главной задачей является решение системных проблем здравоохранения, в том числе привлечение медицинских кадров в регион. Напомню, что в этом году 141 врач и работник среднего медицинского персонала приехали на территорию Камчатского края, чтобы здесь работать. И мы продолжим эту работу очень активно. Отдельное усиление, конечно, требует целевая подготовка. Мы наращиваем количество ребят, которые учатся, помогаем им, стипендии платим, но здесь тоже работа будет продолжена. Можно ли это решить за раз? Конечно, нет. Это многолетняя работа, она копилась многие годы и не один год потребуется, чтобы ее полностью решить. Но в дополнение к этому мы и системные меры готовы применять, которые позволят компенсировать, пока мы полностью не закроем проблему комплектованности наших больниц. Добавим, на строительство нового здания Камчатской краевой больницы до конца года направят более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Деньги позволят завершить первый этап строительства – лечебно-диагностический корпус и корпус для размещения пациентов. Их обещают открыть уже к концу 2023 года. Продолжение следует...